Так что случилось с Днем Народного Единства? Он накрылся медным тазом, утонул, как подлодка Курск в самом начале путинского правления, благодаря гибели, которой умные люди сразу увидели и поняли настоящее лицо нового президента России. Как плавучий док Врослякова, едва не утащивший за собой на дно адмирала Кузнецова, который стал еще одним знаком беды в России, который, как хорошо видится мне на расстоянии из моего киевского далека, все множится и множится. Это самое неблагополучие. А выдуманный насквозь искусственный праздник рано или поздно должны были отменить. Но, может быть, и не отменят его сразу. Все равно, ведь в России единственно искренне настоящий праздник – это Новый год. А как еще может быть в стране без идеологии, где в один день проводится акция возвращения имен и празднования Столетия Комсомола? Где, если и есть какая-то государственная идея, то только одна – сохранить нынешний режим в неприкосновенности как можно дольше, чтобы Путин немытьем-таккатанием оставался у власти. Конечно, в такой ситуации в качестве национальной идеи сгодится хотя бы культ личности. Только вот беда Путин как предмет культа не тянет. Признайтесь себе честно. И потом один народ, одна страна, один лидер – это где-то уже было. Лучше не рисковать. Ну, а как же быть, спросите вы? А никак. Я вот живу и ни с кем не объединяюсь, ни с кем не хочу чувствовать единство, кроме самых любимых мне родных и близких людей. «Хочу быть сам по себе, сам решать, где мне жить, с кем мне жить, чем заниматься, кому поклоняться, ходить на выборы или не ходить. Хочу решать сам. Хочу быть свободным. И очень надеюсь, что так же будут жить мои дети и внуки. А когда настанет большинство, вот тогда и вся страна станет свободной». Евгений Киселев. От себя хотел бы я добавить. А что вы думаете об этом прошедшем дне так называемого единства? Играл ли он какую-то роль в вашей жизни? И вообще очень странный, комичный праздник, когда отмечают дату, ничем не ознаменованную в истории России. Просто пытались заменить 7 ноября на 4. В результате абсолютно очевидно, праздник этот не пришелся ко двору, люди его не приняли. Да и о каком единстве может быть речь? Люди скорее разъединяются, чем объединяются. Богатеи пытаются обобрать напоследок народ до последней нитки. Народ выживает в мечте куда-нибудь свалить. О каком единстве может быть речь? Отмечаете ли вы этот праздник? Напишите в комментариях. Пока.